Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Самое главное наследство, наверное, которое получила я, это Гены и вот это вот детище Виктора Павловича, которое каждый день напоминает о нем, о его труде, о его жизни, о смысле его жизни. Я этим горжусь, горжусь заслугами своего деда. Отец в небо рвался. Удивительно, вот он был из маленького шахтерского поселка тогда, Дзержинска, ну небольшой городишко, да, простой парень. Приехал в Ленинград спокойно, поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского флота в 1939 году. Поскольку он хотел, очень хотел летать, сразу поступил в аэрокуб. До войны успел налетать в 50 часов, когда началась Финская война, что он пытался уйти добровольцам туда, его не взяли. А уж когда началась основная Великая Отечественная война, когда была нехватка кадров, поскольку он был уже на третьем курсе и имел кое-какие навыки в знании самолетов, двигателей, его взяли механиком в истребительном полке. Воевал он на Волжском Ленинградском фронте, поскольку он механиком был, запчастей не хватало, значит он с другими механиками часто ездил по болотам, северо-запад это болото сплошное, и вытаскивали сбитые самолеты для того, чтобы использовать для запчастей. В результате он к весне 42-го сильно застудил почки, ему велено было отправиться в госпиталь. Его повезли в госпиталь, по дороге эшелон разбомбили, дровной волной его трахнуло об дерево, он еще контузию получил. Так он оказался в Куйбыши, в госпитале. А тут как раз в 42-м году открыли Куйбышский аэкционный институт. Он, естественно, пошел туда, его взяли сразу на третий курс, ну и тут вся оставшаяся жизнь была связана с авиационным институтом с тех пор до последних дней. В 46-м году он защитил кандидатскую диссертацию, в 46-м году его назначили директором. Отец был очень коммуникабельным человеком, чрезвычайно коммуникабельным. Довольно быстро ему удалось как бы установить контакт с руководителем всех предприятий. Они понимали, что кадры нужны позарез, что без кадров они никуда. Отец с своей стороны, некоторые как бы предложили претензии, небольшие пределы, надо помогать. И они стали помогать. А у нас там площадей было мало совсем. Надо было развиваться. И отец сумел убедить партийное руководство города и области, что надо создавать кампус для аэрокосмического комплекса, в составе которого, как он считал, был авиационный институт. Его поняли и поддержали. Да, он был романтик-мечтатель, воплощающий в жизнь мечты. Потому что, если бы он не был таким, не было бы вот этого кампуса, который в 58-м году начал детстроить. И строилось руками не 11-го Треста, еще там каких-то строительных организаций, а руками студентов, сотрудников и ректората. Строили своими руками все. Поэтому, наверное, это вот главное детище, которым он жил, которым он посвятил жизнь свою. Времени хватало категорически. Поэтому, значит, чуть ли не каждый день после рабочего дня вопросы накапливались. Для их решения он приглашал тех людей, которые ставили вопросы, и они гуляли вечером по набережной и, значит, занимались обсуждением и решением этих вопросов. И, как правило, если идея была стойчая, и за нее надо было бороться, отец всегда был за и помогал. Он меня брал на те знаменитые прогулки после работы по набережной. Я рядом либо на санках, либо на лыжах, либо за руку, в зависимости от времени года. То есть я была рядом, мне было интересно и хорошо. Я никогда не ощущала себя внучкой великого человека. Почему его все обожали, и сотрудники, и студенты? Потому что он общался на равных. Он торопился на студенческие весны, на какие-то студенческие спортивные соревнования, на какие-то митинги. Он был среди них на равных. И они его за это очень уважали и любили. Когда я поступал в партию, почему вы пошли в авиационный институт? У вас же отец ректор-то. Я говорю, ну что? Ну не положено. Вот если вы были рабочие, вот рабочая династия-то, да. А это вот, это вот, это неправильно. Ну, очень простой ответ, говорю, во-первых, у нас династия, а во-вторых, авиационный институт самый лучший технический вуз в городе. Куда еще идти? В девятом классе я сомневался. Я сказал, Батя, слушай, я вот хочу хирургом стать. Он говорит, нет, ты будешь авиационным инженером. Ну и все, на этом кончилось. И хорошо, что он меня так направил по правильному пути, о чем я никогда не жалел, не жалею. А ракосмический у себя для меня все. Вся жизнь здесь. Больше 50 лет. У меня была поставлена задача, значит, занимаясь дальше наукой, изучить докторскую. Я-то работал в отделе горения, у истоков которого стоял отец. А тут вдруг обнаружили в альдах Антарктики канцерогены, бенспирен, который является индикатором присутствия канцерогенов. Откуда там? Самолет. И вот поставили нам задачу, занимайтесь. Была проведена колоссальная совершенно работа. И мы сделали эту методику. Ну, то есть вот к 90-м годам мы стали ведущими в Советском Союзе. Нас очень зауважали, ездили за консультациями. Он чувствовал, но не дожил до этого. Он в 88-м году ушел, а я докторскую защитил в 91-м году. Докторов в институте в то время было не так много. Я был довольно молодой, там 42 года. Я стал проректором. И тут уже как бы я прочувствовал, как было бы очень тяжело. Когда занимались административной работой, там вообще никакого времени не хватает. Проблем огромное количество, надо решать и там, и сям, и сям. Сравнивать себя с отцом бесполезно совершенно. Это действительно глыба, а я там то, что я есть. Но, конечно, мне хотелось, чтобы отец гордился мной. Вот это меня подвигало. Ну, батя 8 орденов, плюс золотая звезда. Значит, 2 ордена Ленина, Октябрьская революция, 3 ордена Трудового Красного Знамя, Отечественная война 1-й и 2-й степени и медаль за оборону Ленинграда и за победу в Германии. У меня из железных наград только одна правительство, государственная награда – это заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Я не подвел, но близко я не подошел, скажем так. Честно говоря, после 11-й гимназии, когда ты 10 лет учишь английский с утра до вечера, мне хотелось чего-то нового. А родной университет я так любила с детства, у меня здесь каждый угол, каждая стена родные, поэтому я пошла сюда, просто не раздумывая. И как раз вот создавался факультет экономики и управления, и я как раз закончила именно этот факультет. Потом как-то вот по воле судьбы, видимо, звезды так сложились, что мой путь привел меня именно сюда. Ну, я работаю в ректорате, поэтому тоже общаюсь с людьми, со студентами, иностранные студенты иногда ко мне захаживают, поскольку я беседую на английском языке, и с ним они приходят поделиться проблемами, такое тоже бывает. Каждый день я на работу езжу по улице своего дедушки. Она тянется вдоль нашего кампуса, то есть детище Виктора Павловича находится на его улице. Праздник улицы Лукачева первый раз отмечался, когда я училась, по-моему, на втором курсе. Это был университетский праздник. И вот каждый год что-то добавлялось новое, и сейчас в наше время праздник приобрел городской масштаб. В первую очередь это сплочает университет, потому что ребята с разных факультетов абсолютно знакомятся, общаются. Во-вторых, это память, это память великого человека, благодаря которому есть этот кампус, благодаря которому мы можем здесь все обучаться, благодаря которому, в принципе, образование вышло на новый уровень. Когда закончил школу, сразу было понятно, что я иду в аэрокосмический университет. Просто вопрос был факультета, на кого я буду учиться. Но так как я больше гуманитарий, выбор пал на Институт экономики управления. В 2020 году я сдал ЕГЭ, сдал достаточно хорошо, и подал документы в два университета. Это Самарский университет на второй факультет ИДЛ, а также в университет Московский имени Баумана. Так получилось, что прошел я в оба университета на бюджет. И выбрал я остаться здесь, наверное, исходя из своих академических целей. Сейчас у нас внутри страны развиваются двигатели строения, новые двигатели. Хочется, естественно, быть частью этого всего, хочется это все изучать, понимать и как-то содействовать. Мне кажется, что от прадеда, от деда я взял самую главную их черту – это стремление. Я, естественно, тоже стремлюсь к тому, чтобы поддерживать имидж семьи. Первостепенно не ударить в грязь лицом, не загрязнить имя и продолжить какой-то их путь. Может быть, там с какими-то своими изменениями, но самое главное – сохранить доброе и честное имя. Я бы хотела просто, чтобы у них все получилось, и чтобы они ставили цели так же, как ставил их Виктор Павлович, потому что это для нас все-таки эталон, к чему надо стремиться, и так же достойно их достигали. Ну, это естественно, на мой взгляд. Династия есть династия. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.